В 2011 году я ехал на один проект, который был на Украине, связан с проблемой сиротства. Вы знаете, я ехал и думал, ну при чем здесь я, сирот и я. Я благовестник, музыкант, преподаватель. К тому времени я знал всего лишь одно, то, что записано было в 67-м псалме, что Бог сказал, что он, отец, сирот. Но когда я приехал, почему-то Бог напомнил эпизоды из моей жизни, из жизни моей семьи. Я вспомнил рассказ мамы, которая рассказала, что когда она родилась, после продолжительных родов умерла ее мама, прямо там, в роддоме. Она ее абсолютно не помнит и не видела. Ее отец, мой дедушка, работал на торговом судне в Калининграде. Он не успел приехать даже на похороны своей возлюбленной. Он приехал, когда моей маме было примерно 2-3 месяца. Ему на руки дали первую его дочь. Его ребенка он взял, посмотрел и сказал, «Она мне не нужна, дайте ее в дом малютки». Он развернулся, уехал в Калининград. Он создал там еще одну семью, родил еще двух дочерей. Почему-то старшую из них тоже назвал именем моей мамы. Я не знаю, может быть, что-то доброе все-таки было у этого человека в сердце. Но когда мне было 4 годика, а моей сестре 7 лет, моя мама разыскала своего деда. Я благодарен Богу, что она не оказалась в приюте, не оказалась в интернате, не прошла эту жизнь, которую я прошел. Я благодарен Богу, что она выросла в полноценной семье. Ее удочерила ее родная тетя, которая и стала мамой. И вот когда мне было 4 годика, а моей сестре 7 лет, они разыскали деда, и он приехал к нам с маленьким чемоданчиком. Я не знаю, что вы помните из 4 лет, но Бог дал мне возможность это запомнить. Значит, это было очень важно для меня. Он побыл у нас дома, маленького роста человек. Он пробыл две недели, уехал, и я больше его в жизни никогда не видел. А моя мама, часто глядя на меня, повторяла, «Сынок, ты очень похож на дедушку, ты знаешь, что ты очень похож на дедушку». Вы знаете, братья и сестры, я не хочу быть похожим на дедушку. И никогда не хотел. Я не хотел никогда быть похожим, и не хочу на того человека, который оставил самое драгоценное, что у него было и есть, своего ребенка. Я хочу быть похожим на того, кто, уходя в небо, сказал, «Не оставлю вас сиротами, пошлю вам Духа, Утешителя». И сегодня, Вадима и Духом Святым, мы пришли в дом нашего Отца, который усыновил нас кровью своей, чтобы послушать его наставления. Когда я стал общаться с сиротами, которые окружают сегодня то служение, которое дал Бог, которое сегодня окружает со всех сторон, и когда они там были рядом со мной, когда они узнали о моей жизни, что я 11 лет прожил в интернате, что я испытываю то, что они сегодня испытывают, что за своей спиной я носил, как проклятие, 11 лет, вон интернатовских пошел. Они стали как-то ближе ко мне, они стали раскрываться. И 11-летний Серега в том проекте посмотрел однажды в мои глаза, сирота, 11 лет, сказал такие страшные для меня слова. Он сказал, вы христиане, лгуны и обманщики. Вам приятно было бы услышать из 11-летнего сироты такие слова? Я думаю, нет. Мне тоже. Я спросил Сереже, скажи, почему. И вот что я тогда услышал. Он сказал, вы приезжайте к нам на Рождество в интернат с американскими подарками. Вы дарите нам американские подарки, вы рассказываете, как нас любит Бог, как любите вы, вы уезжаете, и вас полгода нет. Через полгода вы снова к нам приезжаете с немецкими подарками на Пасху. Вы дарите нам немецкие подарки, вы рассказываете нам, что вы нас любите, что нас любит Бог, вы уезжаете, и вас снова полгода нет. Вы не любите нас, вы лгуны и обманщики. Вы знаете, когда он это сказал, я вспомнил свою собственную жизнь в его 11 лет Я вспомнил, как мне в Москву приходила посылка от мамы Когда прибегали ко мне все ребята, хотели со мной дружить в тот день, особенно Я открывал посылку, за 5 минут мы все съедали, они убегали Я оставался с пустой посылочкой Я брал крышку от этой посылки, уходил в самый дальний темный угол интерната Смотрел на эту крышечку и просто плакал Потому что я знал, что там на этой крышечке маминой рукой написано было мое имя Мне не нужна была посылка, мне нужна была мама Сегодня им не нужны подарки, сегодня им нужны мы Я хочу вам сказать, дать информацию, может быть кто-то ее знает Но чтобы вы не просто ужасались, не просто размышляли, а молились О тех, кто сегодня испытывает вот эту трагедию Отсутствие отцовства и материнства Те, кто сегодня выкинуты из жизни самыми родными людьми Украина, 104 тысячи сирот Беларусь, 36 тысяч сирот Казахстан, 39 тысяч сирот Молдова, 108 тысяч сирот Россия, 700 тысяч сирот Пять стран, миллион Я вам скажу, что ждет этот миллион, если мы как христиане ничего не будем делать 96% из них выйдут из интерната И страна не дает им возможности получить жилье, им негде жить 70% из них, а говорить и об этом миллионе 700 тысяч В первые два года после интерната попадут в тюрьму И мы потом пойдем в тюрьмы рассказывать им об Иисусе Христе Попробуйте их вернуть к нормальной жизни 60% из них станут наркоманами и алкоголиками И мы при наших церквях будем открывать наркологические центры Попробуйте наркомана вернуть к нормальной жизни 70% девочек, выйдя из интерната, пойдут на окружные дороги торговать собственным телом 60% девочек родят детей и выбросят из своей собственной жизни И оставят их в домах малютки, как некогда оставили их матери 90% сидящих в тюрьмах на пожизненном заключении Дети, прошедшие через интернат Я хотел бы, чтобы вы это слышали В моей родной Украине каждый второй ребенок живет без одного родителя Каждый пятый ребенок живет без двух родителей В этот раз я приехал сюда с женой Мы оставили своих четверых детей Мы взяли 9 сирот из зоны боевых действий, из той глупой войны Двое из них полные сироты, у которых погибли двое родителей И семеро из них, это дети, у которых погиб один из родителей в этой бестолковой глупой войне Мы привезли их сюда в Америку, они не христиане, они не выросли в хороших христианских семьях Они живут с бабушками, с дедушками, с тетями, дядями, слава Богу, не в интернате Но мы привезли их в церковь, которая их приняла в семьи, которые являются христианами В одной из украинских церквей в Шарлотте Они побыли здесь на каникулах рождественских И знаете, сердце радовалось, когда некоторые из них на рождественские праздники Выучили стихи о рождении Спасителя и выходили, рассказывали Я просто плакал, когда вышла 6-летняя Полина, у которой вообще нет родителей И спела прекрасную песню о рождении Спасителя Я не знаю, познают ли они радость материнства и отцовства здесь на земле Но я просил бы, чтобы вы молили, чтобы Бог дал нам мудрости Чтобы мы им рассказали, и не только рассказали, но показали Иисуса Христа И чтобы они познали любовь самого лучшего отца Которая может заменить и отцовскую, и материнскую земную любовь Я хотел оставить вам на память всего лишь один стих И вместе с вами помолиться Послание Якова, 1 глава, 27 стих Записано следующее Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом Есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях И хранить себя неоскверненным от мира Чистое и непорочное благочестие В украинском варианте слово благочестие звучит по-божнесть То есть жить по Божьим стандартам Сегодня брат говорил об этом В блаженствах тоже об этом есть Если мы будем жить по Божьим стандартам Нам не будет комфортно в любом государстве И в любое время Здесь записан эталон благочестия В вашем самом известном переводе Короля Якова Написано, стоит слово, оно и в оригинале стоит Религиозы То есть самая правильная религия В немецком лютеровском самом известном переводе Это слово передвину Как самое правильное истинное поклонение Здесь в русском синодальном написано благочестие Здесь записан эталон благочестия Которое всегда было и есть у нашего Господа Иисуса Христа И всего лишь два условия Немного, всего лишь два условия ставит Бог Чтобы это был эталон благочестия Чтобы оно было чистым и непорочным Первое условие Чтобы видеть проблемы сироты и вдовы И не переступить Как помните в той известной притче Левитый священник подошел и переступил И пошел дальше А остановиться Протянуть руку помощи И помочь Участвовать, презреть это, видеть и делать И второе условие Хранить себя От суеты греха этого мира И тогда у нас будет чистое И непорочное благочестие Перед людьми Да люди могут не понять И не оценить И не поблагодарить Но это будет перед кем? Перед Богом Я хотел бы, чтобы мы вспомнили с вами Христиане И никогда не забывали Помните, Бог оставил небо Свой родной дом Бог оставил своего отца Самосиротел Он пришел на эту грешную землю Пожил в приемной семье Не в родной В приемной Он пришел к своим Свои не приняли И ради нас Неродных Он пошел на Голгофу И отдал свою жизнь И свою кровь Чтобы нас Неродных Интернатовских Усыновить Кровью своей Да благословит нас Господь Чтобы у нас было всегда Чистое и непорочное Благочестие пред Богом Если В нашей христианской жизни В поле зрения Нашей христианской жизни Нет сироты Вдовы И мы не храним Прежде всего Своё сердце Потому что только чистое сердце Может изреть Бога Если мы не храним Своё сердце Суеты и грязи Этого мира У нас не будет чистого И непорочного Благочестия Мы создали отдел По работе с сиротами При союзе ЕХБ Я являюсь Заместителем ответственного За это служение При наших церквях В Украине И прошу, чтобы вы молились Более 600 семей Есть в нашем поле зрения Христианских наших семей Которые уже забрали Из этих интернатов Более 4 тысяч детей Которые находятся В хороших христианских семьях Вы знаете Если бы я не верил Что можно изменить ситуацию Я бы не занимался этим Но я верю Что в моей только стране Из этих 104 тысячи Бандитов Может вырасти 104 тысячи Войнов крестовых Когда-то помните 12 человек Перевернули землю 12 человек Нас здесь даже не 12 Гораздо больше Так давайте снова Ее перевернем Живой верой В нашего Господа Иисуса Христа Который сам осиротел Чтобы мы Не остались сиротами Да благословит нас Господь Помолимся Ему слава навеки Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!